Красноярская ТЭЦ-1 – энергетическое предприятие, которое вырабатывает электрическую и тепловую энергию для промышленных предприятий и населения города. Красноярская ТЭЦ-1 была пущена в эксплуатацию в мае 1943 года. Ее пуск положил начало Красноярской энергосистеме. На станцию «Уголь» поступает железнодорожным транспортом. ТЭЦ-1 разгружается тремя роторными вагоно-опрокидывателями и двумя кранами-перегружателями. На станции установлено 17 котлов и 10 турбогенераторов. Оборудование работает на высоких параметрах. Температура перегретого пара 550 градусов по Цельсию. Лица, принимаемые на работу на ТЭЦ-1, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически, согласно приказу Минздрава Российской Федерации. На Красноярской ТЭЦ-1 для основного персонала установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Для оперативного персонала установлен сменный график. Продолжительность рабочей смены – 12 часов. График составляется равномерно. Обмен сменами без разрешения администрации не допускается. Нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка недопустимо. К ним относятся опоздание, прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это вылечет за собой такие дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. На железнодорожных путях запрещено ходить по путям и подлезать под вагоны. Пересекать пути перед вагоно-опрокидывателями. Переходить пути можно только по переходному мосту в районе узла пересыпки с 9 на 15-16 конвейеры. При пуске, отключении, опрессовке, испытании оборудования и трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы. Во время гидравлического испытания при повышении давления до пробного необходимо быть особо внимательным. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудование разрешается только после снижения пробного давления до рабочего. Курение на территории и в производственных помещениях станции разрешается только в специально отведенных местах. Ядовитые вещества, кислоты, перемещающиеся грузы и другое. Цех топливоподачи. На складе угля решетки лотковых питателей номер 1, 2, 3 обычно засыпаны углем и не видны. Если наступить на них, можно провалиться в бункер. Ходить по угольному складу и под крановым путям склада запрещено. Турбинный цех. Здесь также опасность определяется высокими параметрами рабочей среды. В цехе имеются сосуды, работающие под высоким давлением, бойлерные установки, установки подогревателей, деаэраторы. В турбинном цехе генераторы с 7 по 12 работает на водородном охлаждении. Газ-водород горюч, легче воздуха, в смеси с воздухом взрывоопасен. При работе с химическими веществами необходимо применять средства индивидуальной защиты и строго соблюдать правила работы. Используемый на станции гидрозин – сильнейший яд. Он раздражает слизистые оболочки, глаза и дыхательные пути, поражает центральную нервную систему и печень. Поэтому категорически запрещается прикасаться к гидрозинному оборудованию, бакам-насосам, трубопроводам в химическом, котельном и турбинном цехах. При попадании гидрозина на кожу требуется немедленная обработка водой. Все работы вблизи этих объектов выполняются с большой осторожностью, а огневые работы только по наряду допуску, выданному главным инженером, согласованному с пожарной частью. Пожарная безопасность При возникновении пожара на станции, первый, заметивший очаг возгорания, должен немедленно сообщить начальнику смены станции или руководству, а также в пожарную охрану по телефону 613-01 или 614-01-01-112. После этого приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Начальник смены станции обязан немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану, руководству предприятия и диспетчеру энергосистемы. Оборудование электростанции и подстанции, находящееся под напряжением выше 0,4 кВт перед допуском к тушению пожара, должно быть обесточено. Первая помощь пострадавшим Весь персонал должен быть практически обучен приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Для оказания первой помощи в каждом цехе имеются аптечки с необходимым набором медикаментов. При несчастном случае необходимо немедленно позвонить по телефону 617-81 или 03 и до прибытия медицинского персонала начать оказывать помощь пострадавшему. Оказание помощи для всех видов травм начинается с восстановления сердечной деятельности и дыхания, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем останавливают кровотечение путем наложения жгута или давящих повязок. Этот минимум необходимых знаний поможет вам избежать неприятностей на рабочем месте. Ваша безопасность и безопасность окружающих людей зависит от соблюдения этих несложных, но очень важных правил и рекомендаций. Помни, тебя ждут дома!